Департамент культурного наследия Москвы будет добиваться от собственника консервации дома с атлантами уже в этом году. Это реакция городских властей на вопиющий акт вандализма, совершенный в ночь на субботу. Неизвестные просто разгромили особняк купцов Расторгуевых, знаменитый дом номер 7 по улице Солянка. И напоследок еще и изуродовали его граффити. В нашем распоряжении кадры этого погрома. Давайте посмотрим их внимательно и попробуем разобраться, кому не угодил архитектурный памятник. Вот эти кадры, где молодые люди небрежно изрисовывают архитектурный памятник. Декоративные элементы интерьера в конце 19 века теперь уже сложно различить за яркими слоями граффити. Художники ни от кого не прячутся, снимают свой подвиг на видео, за кадром слышно, что смеются и шутят. На утро масштаб станет виден всем. Краска от баллончиков, исписан весь фасад. И это, если можно так выразиться, еще не самое плохое, что могло произойти. Объекты культурного наследия категорически нельзя существенно переделывать. То есть реставрировать нужно, но делать перепланировку нет. Шаг влево, шаг вправо. Нарушение закона, что собственникам, как правило, не очень выгодно. Поэтому, как показывает практика, такие здания либо правдами-неправдами стараются исключить из заветного списка. Либо за дома принимаются вандалы, и зачастую происходят вроде бы случайные пожары. Пожары устраиваются специально, сознательно, регулярно людьми, которые разжигают от костры. Главный дом с чайным магазином купцов-расторгуевых, несмотря ни на какие статусы, уже больше 10 лет в запустении. С 2014 года собственником была немалоизвестная компания «Еврострой». Но все это время за здание приходилось бодаться. Собственник хотел существенной реконструкции, власти требовали ремонта в соответствии с законом. В итоге не происходило ничего. Предпринимались попытки к внесению соответствующей документации в департамент, с тем, чтобы объект был исключен из действия государственной охраны, исключен из выявленных объектов культурного наследия. Но таких решений департамента не предпринималось и не планируется в ближайшее время. Месяц назад собственник сменился. Теперь это коммерческая организация ОАО «Дирекция единого заказчика». Но вместо улучшения, говорят градоначальники, дело забуксовало еще больше. Установленные для реставрации леса убрали, охрана с объекта ушла, как результат появления вандалов. А кардинально проблему чуть было не решил пожар. Два поджога за сутки. Вот мы видим последний пожар, который здесь был. Был вот здесь, сюда приезжала пожарная служба и тушила, выбивала вот это окно, через которое мы сюда прошли. В последний момент поджигатели остановили охранники церкви, расположенной поблизости. Спугнули вандалов, залили возгорание и вызвали полицию. Повезло, что заметили, говорят местные жители. А могли бы и пропустить. У них все-таки свой объект для наблюдения. В течение месяца мы наблюдаем здесь толпичи вандалов, которые крушат все на своем пути. Сохранившиеся интригеры. Дом, по сути, остался абсолютно бесхозным. В дом можно было совершенно спокойно зайти. И люди выносили оттуда предметы старины. Поэтому общий язык, который не удалось найти с прежним владельцем, будут искать с новым. Прежде всего, необходимо огородить здание и вернуть охрану. Но ни на какие глобальные компромиссы. И с этим собственником никто идти не собирается. В любом случае, речь идет только о реставрации и приспособлении объекта для современного использования. А не как о его настройке или иных планах. Мы будем добиваться от собственника проведения уже в этом году, как минимум, работ по консервации объекта. А пока власти и собственник ищут общий язык законсервировать здание, взялись активисты общества охраны памятников. Собрались, нашли все необходимое и заколотили окна в здании, чтобы туда никто не мог проникнуть. Такие миры хотя бы на время обезопасят дом с атлантами от посягательств. Ну а вандалам, когда их поймают, грозит солидный штраф, обязательные работы или арест. Алла Гранкина, Андрей Децель, Алексей Зиняев. Новости 360.